Омским дрифтерам запретили проводить летние соревнования. На предложение гонщиков выделить им трассу, чтобы иметь возможность заниматься и летом, в полиции ответили категорическим отказом. В МВД считают этот вид автомобильного спорта крайне опасным, как для самих водителей, так и для окружающих. Пока легально отправить машину в управляемый занос можно только зимой и только в одном месте. И отчасти поэтому дрифтеры катаются где придется. На парковках торговых центров, на дорогах, да в общем-то на любой возможной площадке. В ситуации разбирался Данил Вожевский. Максим Бурцев занимается дрифтом уже более 10 лет. На собственном опыте знает, занос на обычной дороге редко бывает управляемым. Поэтому уже 8 лет проводит соревнования по дрифту на специально оборудованной для этого площадке. И почти столько же получает выговоры от госавтоинспекторов. По сути, им больше не к кому обратиться. Только он в городе более-менее официально представляет движение гонщиков и пытается отучить их от опасных заездов по городу. Как минимум нарушает правила дорожного движения, особенно если это на дорогах. Плюс, что он несет большую опасность не только для себя и своего автомобиля, но и для людей. Потому что когда машина едет боком, особенно в темное время суток, она не освещает себе в бок. Она светит прямо, а машина едет боком. Может просто не заметить пешехода. Я люблю автомобили просто. И всегда, когда видел, раньше мечтал об этом. Сейчас могу себе это позволить. Сейчас в Омске десятки машин переделаны для гонок. Движение дрифтеров насчитывает тысячи участников. Но заставить их приехать на трек в Десафе невозможно. На въезде стоят сотрудники госавтоинспекции. И еще до начала соревнований прямо на трассе выписывают участникам штрафы. По словам автолюбителей, инспекторы отвечают так. Занимайтесь автоспортом, возите свои болиды на эвакуаторах. Но единственный в Омске автодром не сможет уместить такое количество автовозов. Это немножечко превращается в небольшое наказание для участников, которых они останавливают прямо перед началом соревнований и выписывают по одному, два, кому-то четыре штрафа. Кого-то лишают регистрации. Организаторы соревнований предложили инспекторам ГИБДД список возможных трасс, где они могли бы тренироваться без вреда для окружающих. А директор одного из омских торговых центров даже готов был предоставить часть парковки для проведения летних соревнований и приготовил ограждения. Но на все предложения дрифтеров стражи порядка ответили категорическим отказом. Любое мероприятие фигурного вождения на автомобиле является именно спортивным направлением и должно проходить на закрытых территориях, на закрытых площадках. К таким площадкам существуют определенные нормы и правила. Они должны огораживаться и исключать возможность движения в сторону зрителей. К слову, одно из самых масштабных соревнований по дрифту в Японии проходит именно на парковке торгового центра. Но вот в Омске масштабных состязаний по управляемому заносу ждать не стоит. Потому что за каждое неловкое движение рулем автоспортсмена отвечают сотрудники госавтоинспекции. Данила Выжевский, Артак Мурадян, Алексей Попов. Новости здесь. Омск.